я адвокат замкова анастасия викторовна и хочу рассказать о том как можно продать квартиру в ипотеке поскольку зачастую возникает такой вопрос у людей которых имеется ипотека возможно ли продать такую квартиру причины здесь могут быть совершенно разнообразные кто-то переезжает жить за границу и не нуждается больше в этой квартире кто-то хочет поменять квартиру на большую площадь у кого-то больше нет возможности платить и хотят избавиться поэтому все равно сводится все к одному вопросу возможно ли это сделать и если возможно то каким образом каким способом есть несколько способов первый способ досрочное погашение это когда продавец квартиры сам находит своего покупателя с данным покупателям обсуждается вопрос о том чтобы покупатель сначала оплатил часть ипотеки которую нужно необходимо погасить составляются не определенные документы которые возможно заверить у нотариуса для спокойства и той и другой стороны соответственно покупатель оплачивает часть ипотеки которые необходимо погасить и после этого продавец уже может полностью заключить договор купли-продажи с покупателем и передать ему квартиру по договору купли-продажи и дальше покупатель сам ее регистрирует в росреестре такой способ конечно же хорош для продавца но для покупателя несет определенные риски поскольку может сложиться так что он выплатит часть необходимые на погашение ипотеки в дальнейшем потом продавец по каким-то причинам сможет отказаться от данного договора купли-продажи поэтому данный способ нужно смотреть хорошо изучать документы составлять грамотно договоры составлять определенные соглашения чтобы риски и продавца и покупателя были минимальными второй способ это самостоятельная продажа данный способ он предполагает активное содействие банка в процессе и так как всю основную головную боль мы прикладываем здесь на плечи банка поскольку банк сам подбирает покупателя он может конечно же и посмотреть тех покупателей которых предлагает продавец вот но здесь риски они минимальны и со стороны покупателей продавца поскольку между покупателем и банком заключается договор купли-продажи данной квартиры и денежные средства закладываются в две ячейки и уже после того как происходит регистрация и оформление права собственности в росреестре все получают свои деньги то есть покупатель становится собственником квартиры продавец получает свои денежные средства и банк получает оставшуюся часть которая была направлена на погашение ипотеки третий способ это продажа долговых обязательств что подразумевает собой этот способ это когда продавец передает свое право долговых обязательств покупателю то есть продавец и покупатель в данном способе меняются местами когда покупатель становится на место продавца именно в том плане что он продолжает погашать ипотечные обязательства здесь конечно же необходимо согласие банка поскольку только согласие банк такая сделка становится возможной банк должен удостовериться в том что покупатель является платежеспособным что он в будущем сможет платить ипотеку и он должен соответствовать требованиям банка его доход его материальное состояние и в такой ситуации это удобно тем кто сразу не может себе позволить купить выкупить полностью квартиру этот способ удобен когда продавец таким образом закрывает свою ипотеку а покупатель просто берет на себя эти долговые обязательства и продолжает постепенно ежемесячными платежами дальше банку угасить ипотеку происходит смена собственников путем подачи документов росреестр и обременение на квартиру также остается за банком квартира находится в залоге у банка дом и Субтитры подогнал «Симон»!